Как мы можем облегчить нашим близким пребывание в могиле? Практически каждый человек периодически теряет близких людей. Многие из них умирают внезапно, не успев совершить достаточно благих деяний, которые в судный день могли бы стать весомым грузом на чаши весов. Учитывая все это, люди переживают за родных, которые покинули этот мир, и желают облегчить им пребывание в могиле и отчет в день суда. Они очень сожалеют, что при жизни не смогли им помочь и наставить их на совершение благодеяний. Это хорошо, что мы сожалеем и переживаем. Это может стать горьким опытом, напоминанием для нашей дальнейшей жизни. Однако не стоит так сильно переживать, ибо мы можем хотя бы немного облегчить положение наших усопших родственников. Милостивый Аллах даровал нам возможность оказывать благодеяние нашим родным даже после их смерти. Наши дуа непременно помогут умершим. Также мы можем передать им вознаграждение, которое мы получаем за наши благие деяния. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, сказал, «Когда человек умирает, все его деяния прекращаются, за исключением трех деяний, награда за которые не прекращает не сходить к нему даже после смерти. Непрерывная милостыня, садакаджарьи, знания, которыми могут пользоваться люди, праведные дети, которые обращаются к Аллаху с мольбами за родителя». Таким образом, каждому, кто желает облегчить положение умерших родственников, следует постоянно делать за них дуа, просить у Всевышнего прощения их грехов и передавать вознаграждение покойным за добрые дела, совершенные молящимися. Вознаграждение за эти добрые дела, иншаллах, дойдет до наших близких. Если наши родственники ушли из этого мира мусульманами, мы можем надеяться, что наши добрые дела принесут им пользу и послужат причиной прощения их грехов. В этом хадисе посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, сообщает нам, что дуа праведных детей приносит пользу умершим родителям. Сюда же относится и чтение Корана за умершего, поэтому и чтение Корана может принести умершему пользу. Коран за умерших родителей и за других родственников можно читать в любом подходящем для этого месте, но предпочтительнее делать это возле могил умерших, ибо в том месте, где читается Коран, не спосылается милость Всевышнего Аллаха. Исходя из этого, многие посещают могилы и читают возле них Коран. Более того, посещение могил родных и близких является важной сумной. Посещение усопших приносит пользу погребенным в этих могилах и живым, напоминая им о предстоящем уходе в мир иной. Как передается от посланника Аллаха, самым утешительным моментом для покойного является время, когда его посещает человек, которого он любил в мирской жизни. Больше всех в этой жизни родители любят своих детей и больше всего радуются, увидев их. Поэтому приход детей к могиле своих родителей является большим утешением для них и облегчением их пребывания в могиле. От Абубакра Ас-Сидды, когда будет доволен им Аллах, передается, что он слышал, как пророк Алейхиссаляту Ас-Салям сказал, «Кто бы ни посещал каждую пятницу могилы своих родителей или одного из них и читал возле них суру Ясин, тому Всевышний простит столько грехов, сколько букв и слов в этой суре». Некоторые не ценят своих родителей при жизни, принимают их присутствие рядом как должное и только после разлуки с ними осознают, какую пользу они приносили. Многие не успевают оказать родителям и близким должного уважения и почтения, которого они заслуживали. Потом они сожалеют о своих упущениях и ищут возможности справить это. Еще хуже положение тех, кто не повиновался своим родителям или, хуже того, мучил их. Ведь при жизни многие не понимают и не воспринимают родителей и их заботу. Если после их смерти такие дети непрестанно будут делать за них дуа, читать Коран, подавать милостыню и совершать другие благие деяния за них, возможно, Всевышний Аллах простит их и запишет их имена среди тех, кто был покорен своим родителям. Одним из таких благих дел, за которые Всевышний может поменять положение человека, является посещение им могилы своих родителей. Часто, посещая могилы родителей, он может стать тем, кто повинуется им. Не причиняет им вред и мучения и исполняет свой долг перед ними. Посещая могилы родителей, необходимо вести себя подобающим образом, соблюдая этические нормы. Необходимо становиться рядом с могилами на том же расстоянии, на каком дети становились и при их жизни, проявляя к ним уважение и почет. Не следует повышать голос рядом с ними. Не менее важным деянием, которым мы можем облегчить нашим близким пребывание в могиле, является и раздача милостыни за них. Чем лучше и полезнее эта милостыня, тем больше будет и наша помощь усопшим. От матери правоверных Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, один человек пришел к пророку саллилллаху алейхи вассалям и сказал, «О посланник Аллаха, моя мать скоропостижно скончалась, не оставив завещание, но я думаю, что если бы она заговорила перед смертью, то непременно велела бы раздать милостыню. Получит ли она вознаграждение, если я раздам милостыню, то есть садака, за нее?» Пророк алейхи саллилллаху алейхи вассалям ответил ему, «Да, есть множество благодеяний, которыми мы можем облегчить участь наших близких». Поэтому во всех мольбах не забывайте упоминать их имена и просить Всевышнего Аллаха простить им все грехи и довести до них вознаграждение, подобное той награде, которую мы получили за то или иное поклонение или благое дело. По воле Всевышнего мы не потеряем свою награду, и они получат за это вознаграждение, ведь милость Аллаха безгранична. Да облегчит Всевышний Аллах нашим близким пребыванием в могиле и отчет в судный день. Всевышний говорит, как не являются равными слепой и зрячий, так и живые и мертвые не являются равными. Наоборот, они имеют огромные отличия, и также как не являются равными темнота и свет, а также сень, прохлада в тени и знойный ветер, не являются равными живые и мертвые. Это пример, который приводит Аллах для мурминов, уверовавших. Они же живые и для каферов. Они мертвые, подобно тому, как это приводится в словах Аллаха. Разве тот, кто был мертвецом, и мы вернули его к жизни и наделились светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраке и не может выйти из него? Также Аллах говорит, эти две группы подобны слепому и глухому, и зрячему и слышащему. Разве можно их сравнить друг с другом? Неужели вы не помните назидание? Му'мин – это зрячий, слышащий, тот, кто идет по прямому светлому пути в этом мире и на том свете, пока он не поселится в раю, в котором есть сени садов и родники. Кафир же – это слепой, глухой, тот, кто идет во мраке, из которого нет выхода. Он скитается в своих грехах и заблуждениях, пока это не приведет его к хамому и самому, знойный и горячий ветер, к хамиму – горячая вода, которую дают питобитателям ада, и к тени от сажи, от которой нет ни прохлады, ни удовольствия, то есть в ад. Также Аллах говорит, воистину Аллах дарует слух тому, кому пожелает, то есть ведет человека к принятию доводов, а ты не заставишь слушать тех, кто в могилах, то есть как мертвых, если они были кафирами, после их смерти и погребения бесполезно направлять на прямой путь, так и многобожников, которым предписано попадание в ад. У тебя нет выхода на них, они обречены, и ты не можешь направить их на правильный путь. Тавсир, суры 35, аят 22. Восьмидесятый аят суры Ан-Намль Ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать твой призыв, когда они обращаются вспять. Толкование Ибн Кассира То есть ты не заставишь их услышать что-либо полезное для них, как и этих, мушрихов, на их сердцах покрывало, а в ушах глухота неверия. Тавсир, суры 27, аята 80. Как мы видим, данные аяты не доказывают, что мертвые не слышат, так как в них речь идет о глухоте и слепоте неверующих. То есть эти люди слышат тебя, однако они не получают пользы от твоих слов, так же, как обитатели могил слышат твои наставления, однако не могут извлечь из них полезного, поскольку они упустили время, когда можно было действовать. По поводу же мнения Айши, Ибн Хаджар Аляскалани Фатхульбари говорит, что она изменила свою точку зрения на то, что мертвые слышат. Основанием тому переданный ею хадис. Они, усопшие и неверные, лучше слышат то, что я говорю, чем вы, живые. Этот хадис по достоверной цепочке передал имам Ахмад в Муснаде. Смотреть Фатхульбари, Китаб-аль-Магази, раздел об убийстве Абу-Джахле, в толковании хадиса, приведенном после хадиса, в котором пророк Али-Иссаляту-Ассалям обращается к усопшим неверным. Итак, в этом вопросе нет никаких противоречий. Вала Аллаху, Господу миров. Субтитры создавал DimaTorzok